Перекресток возле гимназии номер 33 признан одним из самых опасных в Донецке. Ежедневно его пересекает несколько сотен школьников. Дети не всегда могут понять, когда им можно переходить дорогу, рассказывают в ГАИ. Многие водители начинают переезжать перекресток на зеленый свет, а заканчивают на красный и не пропускают пешеходов. Ирине с дочкой каждый день по нескольку раз приходится переходить проезжую часть в этом месте. Признается, зачастую сделать это непросто. Перейти невозможно. Перед коляской едут, за тобой едут. Ты прошел зеленый, он поехал. Тебя пропустил, слава Богу, спасибо, и поехал. Спитофор мало горит, и приходится добегать с середины туда, до школы. Завидев сотрудников ГАИ, водители старались пропускать пешеходов. Но некоторые все-таки ехали на красный. Вместо штрафа им раздавали листовки и просили быть более внимательными. Возьмите еще листовки, почитайте про дорожное движение. Водитель Сергей считает этот перекресток довольно сложным. Говорит, в следующий раз будет более бдительным. То есть надо повесить какой-то, наверное, плакат в этом плане, предупреждающий, что... И какой-то знак еще поставить дополнительно. Что переходят дети, то есть вы, участник движения, должен реагировать не только на светофор, но еще на какие-то знаки дополнительно. Ну, не совсем нарушил. Я на зеленый свет ехал. На зеленый, видели, там пробка была. Вот. И движение, вот, объезжаю по пробке, зеленый свет. Вот. И когда я уже на перекресток выезжаю, я на зеленом свете, они бегут через дорогу. Соответственно, я притормозил, посигналил, они остановились. Чтобы предотвратить аварии, перед началом уроков здесь дежурят и школьные учителя. Движение очень сильное. Машины не всегда останавливаются по светофору. И вот, когда все дети ходят в школу в 8 часов утра, мы тоже приступаем к работе. Наряды дорожной службы каждое утро патрулируют движения возле школ и детских садов, которые находятся рядом с оживленными магистралями, рассказывает Александр Никитин. Сотрудники ГАИ своим присутствием привлекают внимание к пешеходному переходу. А это в разы уменьшает количество наездов на пешехода. Госавстанспекция предупреждает, водителям необходимо быть особо внимательными возле школ и детсадов. При проезде, проезжей части, которая находится возле мест массового скопления людей, так как дети у нас ходят не только в школу, но и в другие учреждения, это музыкальные школы, спортивные заведения, это кинотеатры. И именно в утреннее время и после 12 часов дня рекомендуется включить ближний свет фар, чтобы детям мы были более заметными. Александр Никитин рассказывает, практически возле каждой донецкой школы, которая находится недалеко от проезжей части. Есть лежачие полицейские, пешеходные или подземные переходы и предупреждающие знаки. Но водителей это останавливает далеко не всегда. Екатерина Пороханяк, Алексей Костюк, Панорама.